вот это район золотого коня вон он конь стоит а здесь я машину мою оставил моби дико на мойку там наверху кто-то живет и вот там олени пасутся описано раскинулся щеномонтадж кошкин дом я так понимаю на дереве хотя нет внизу какие-то кормушки это наша беда старое и новое казался небоскреб юные жители на старейшую улицу имени 40 лет октября если назвали улица ворошилова улица грековская а 40 лет октября уже и забыла никаких лавок как только октября пришел конец все переименовали это даже все постарался эпоха социализма развивающихся развитого и разлетого исчезла кедрень и фене народ все забыл вступим вступим в капитализм греково то есть после греково было 40 лет октября потом ворошилово скоро и ворошилово переименовали переименуют на иное потому что он стоящей эпохи социальная аптека ремонтный центр склад мат вот это центральная улица Кырломырла раньше был проспект Донской не переименовали объявление это вроде как была телефонная будка раньше Свертой снимает бааааааааааааааааааааааа бламбародики Breakfast MoMed Майдуй нат Nous дплб— o Ну, я думаю, мне дадут. Драгоценности! А вот это интересно посмотреть. На гонце, в пустолежащем юрту, у речки Каменки, поселиться беспрепятственно. Это было очень давно. 1600 с лишним. А потом, видите, что скрипка, книжка и футбол. На чудо техники Фонтан претерпел изменения. Это химкомбинат искусственного волокна построил вот такой дворец. Сейчас в нем поселилась вот такая вот нечисть. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. На-на-на-на. Аптека круглосуточно. Классный домик. Видочек, так сказать, радует глаз своим разнообразием цветов. Ну а тут, а вот тут у нас идет вечная стройка какая-то. Надо освоить выделенные гроши. Вот генподрядчик. Та-да-да-да-да-да-да-да-да. Красота. Та-да-да-да. Кстати, вот здесь, когда я ввел клуб «Бодрость», то вот по этому парку я бегал. И в такую погоду. Центр йоги и фитнеса. Вот так-так. Сидите, пожалуйста. А вы не Малахов, случайно? Малахов. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, что я вас отвлекаю. Известная личность под фамилией Малахов вышла на прогулку. народ о классный магазин классный видочек до оленского барабан это центр нашего города в этой парикмахерской астрисе даже тарит а таро то там дурак не все домовики вот этот отремонтировали вот этот порт отремонтировали вот отремонтировали кстати здесь внучка учится многие считают меня знаменитостью только где-то не понимает а чем именно знаменит формулирую сам основное достижение это то что я написал руководство как создать собственную оздоровительную систему собственную оздоровительную систему вот это вот самое главное вот 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 роботы гоботы капитализм борцам за власть советскую подчеркну к его шликову от благодарных каменчан но что сказать власть советская была но потомки и и не удержала торговые комплексы вот оно веяние нашей нашей современности тут какие-то подшипники шестеренки естественно что-то похожее на пушки-мушки вот такие сейчас ценности в моде вот такие вот пауки автоботы супергерои это все кумыры далекого прошлого сарматов скифов которые тут обитали скифовичи каменные бабы да прошлое соединилось с настоящим да и то и другое весна мрачновато доброе здоровье добро но решил снять так сказать инсталляцию о родном городе да что чё парк да 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 раньше здесь был проходик сейчас уже что-то всё заворыли охраняет свой удел неудел мы вышли на площадь труда Слава Каменское. Слава так слава. Я Гена, вот Владимир Ильич, вот здесь прошла моя так сказать юность с восьми лет и до двадцати шести лет я тут ходил туда-сюда, туда-сюда, кстати при советах интересно было наблюдать как оприходуются деньги вот на этом месте куда я сейчас показываю фонтана 3 было вырыто а потом зарыто и с музыкой и с цветом музыки и такой и сякой и все это так вот это горком партии был вот это он был вот за ним как раз такой садик и вот в том садике я разных земноводных разводил с техником сделали ну вот входим в дворик в этом дворике я прожил с восьми лет до двадцати шести сейчас мы выйдем а забор еще тут стоит видите покосился не упал сейчас я покажу вам дом в шестьдесят первом году переехала моя семья вот это вот он вот это он он есть первый подъезд первый подъезд здесь я и ось от вагонетки поднимал и ядро толкал и гирю кидал и чем только не занимался вот он первый подъезд сейчас уже наверно туда не войдешь просто кодовый замок а раньше запас там жик и все и ты там ну а такой он маленький стал а раньше казался побольше так как и был поменьше уходит потихонечку под землю какой-то рог третье четвертое и пятое это как раз окна наши ква-ква-ква первые вот то особенно пятое там была моя комната сначала с сестрой потом сестра уехала это вот отсюда я на рынку переселился это явление это грач это грач чтобы вы знали Сопрыгин Это Директор завода Вот пометанная доска в его честь А вот видите скамеечка Скамеечка Знаменательна тем Что когда я ушел С первого канала Приехали с НТВ И они Развесили такие объявления Что я разыскиваюсь И вот как раз вот сюда Они ее повесили Мне было Неприятно Что вот такую ерунду Тут они Сделали Какая-то Пути Господни неисповедимы Добрый день Нормально Спасибо Вот Та-ра-та-та-а-ра-та-тарам Вот она площадь труда Здесь вот был Дом офицеров Который Снесли Та-ра-та-рам Та-ра-та-ра-та-там Та-ра-ра Та-ра-ла-та-ти-рам Та-ра-та-ра-та-там Та-ра-та-та-там Таночка Ти-ди-ди-ди-ди naked Видите на каких танкетках воевали памятник тоже мемориал был другой его переделали но за счетом но защиты отечества согласен тарата таран 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 вот даже ты гражданская война тут ведь всю месть вот этот танк нашли где-то там в 80-х годах он провалился в речке там его практически вытянули целым товаром рапа парам карита либо типа по бандер папа я работа рам таран 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 тарана почитаем доски памятные и так начнем все так как здесь каменском реальном училище 911 по 17 год учился выдающийся поэта русской русского и казачьего зарубежья николай товарищ туроверов хорошо я тоже что-то сочиняю сочиняю меченков никто здесь художник-предвижник автор книги воспоминания о передвижниках яков данилович не знаю художники двадцатом году размещался штаб красной армии и все кладовского кто такой володарский живописная да тут греется собачки на местный небоскреб поживем увидим говорят тут раньше были какие-то болота и все ближайшие дома потихоньку уходят под землю трескаются лопается насколько он простоит обратите внимание видите школа вся перетянута железа камеона перетянута потому что лопается лопается нафиг вот на этом месте стоял огромный храм снесли кедр и не пили а за храмом вот это видите реального училища туда левее было кладбище которое продолжалось ого-го ну на месте этого кладбище построили стадион классное название улица спортивная а проспект остался еще вывез кота сорокалетней давности парк героем пионеров это все развернулось сорок третьем году там же было немецкое кладбище но теперь вот жизнь наша превратилась сплошной цирк вот это был кинотеатр родина вот как раз я с 8 лет пропадал здесь смотрел фильмы злойка митичем фантомаз ряд других мировых шедевров да было время магнета прием макулатуры ну вот что телеграф было раньше вот это здание вот те курятники как были с моих детских времен так они и остались пришел бы магазин продуктовые сюда ходил продуктики покупать было очень интересно большая витрина была так что то все это смельчало все дальше чем эта машина стояла бочка с молоком привозили я с бидончиком приходил покупал иду домой выпиваю и давай штанги до гири бросать так что тут такое ага ага Нашим предкам-казакам. То ли они тут жили, то ли они тут... Или просто кавалеры золотой сабли. С надписью за храбрость. Вот так, так. Кого только в этом доме не было. И чего только в этом доме не было. И в конце концов он продается. Да! Вот это музыкальная школа. Кстати, сейчас редко кто знает, кто такой Карл Маркс. А уж тем более и Фридрих Энгельс. Кто это такие, чем они прославились. Прямо отсюда открывается, видите, такой вид на набережную. Река Донецк Северский. За ним... Старая станица. Вот такое интересное место. Ну, жили купцы. Такие. Кстати, вот эта вот улица, как раз она была... Первая прилокзальная. Там был локзал. И сюда. Пошло строительство города. Ну, вначале все было там. В районе старой станицы. А потом пришло сюда. Динамо. Редушка Ленин. Без опознавательных знаков. Но стоит. Вот. Протянул руку. Как-то рука в жести. Дай. Хотелось бы в жести бы на... Да, старые идолы. Уходят со сцены. Динамо. Дааа. Да-да-да-да-да-а-де-да-да-да-да-да-да-да-да. Эти колонны ещё остались с царских времён. Подремонтировали. Балкон... А колонны остались. Ну и что, он что-нибудь загарпунировал такое? Нет, две недели назад, мне Игоря говорил, на пляжу у нас. Оргонавты грибут. Аптека вот здесь была, тут еще моя крестная мама работала, очень давно это было. Олимп, олимпийцы. Да, вот как раз там, где надпись Олимп и ресторан, раньше двери не было, все что-то было. Ну простая стена была, висел плакат, на котором было написано, я помню, долго он висел. Памятные доски вот там, кто-то ожил, сейчас что-то это все забросилось. Ну и особенности нашего времени, колодцы без крышек. Купцы как жили. Ага, красивый домик. А это кондитерская фабрика. Она работает. И я там проработал где-то год машинистом холодильной установки. Мелисолок. Хлебная лавка. Оптика. Птичный склад. Красное и белое. Квестмест. Живое пенное. И, конечно же, налоговый консультант. Хорошо, что я пенсионер. Я пенсионер. И этим все и сказано. Бак. Не спешите, а то может вот так с вами произойти. Современная постройка это банк. Но какой он. Какой он стеклянный. Какой он зеленый. Вот это да. Бэнк. И вот проспект Карла Маркса. По старому Донской. Или Донецкий. Донецкий. Правильно, Донецкий. Река-то Донецкий. Он. Подошел к своему концу. К своему концу. Кстати. Вот там, где дорожный переход. Вон там. По улице. Там был еще один храм. Стоял. Развалили его. Но я помню. Что там он стоял. И его видал. Это запечатлело в памяти. И все. А ля пучум джабарюбум. Чабарюбум джабарям джабарюбум. Джабарям джабарюбум. Храните деньги. Основан 1841 году. А куда что он делся. Кто такие. Почему кричат. Это голуби летают. Кто-то недоволен. Из зивности. И протестует. Ах. Голуби летают. Напомню. Здесь был магазин. Скорее всего. Вот там он был. Который назывался голубятня. На второй этаж. Или даже на третий. Вела такая. Внешняя шаткая лестница. И как раз мы. С мамкой. Мне было года четыре. Поднимались. Она шаткая была. Скрипела. Да еще тут. Немножко снег был. Ну так сказать. Думал. Как бы тут. Не гипнуться. Ну. За родителями поднимался. Я люблю Камерск. Да. И я тоже люблю Камерск. Вот. Раз она идет. То и я же иду. Следом. И вот там произошло знаменательное событие. Я увидел столько игрушек. У меня разбежались глаза. Я говорил. Мама. Купи это. Купи то. Купи сон. То есть. Такой энтузиазм у ребенка. Трех-четырехлетнего. Он еще не понимает. Что это может быть дорого. Что это там. Денег могут не быть у родителей. Или хотя бы они не взяли. Мамка. Ну купи. Купи. Видя такой ажиотаж с моей стороны. Она у меня за руку. Пойдем сынок. Пойдем сынок. И тогда я произнес такую вот. Знаменательную фразу. Эх мамка. Вот своим детям я все куплю. И потом когда у меня появились дети. Я все это с течением времени благополучно забыл. Но. Однажды я вспомнил. Эту. И сдержал слово. Знаете. Дети попались. У меня еще нормальные. Они как-то много не просили. Были удовлетворены тем. Что есть. Ну что там видели. Там покупал. Вот такие вот вещи. Вот это набережная. Вот это мост. Кстати он был тут. Мост. Фонтонный. И еще во времена моего детства его разводили. Ходили большие паржи. Ходили на подводных крыльях. Ракеты. Метеоры. Вот там. Где сейчас. Вот этот вот. Полукруглый купол. Вернее. В районе. Речки. Стояла. Пристань. Там. То есть. Было весьма интересно. А вот если перенести взгляд туда вдаль. Можно увидеть мост. А перед мостом крыша. Вот это крыша спасательной станции. Там я проработал водолазом. Потом начальником спасательной станции. Там я уже занимался оздоровлением. Изучал труды. Печатал. Печатал. Печатал просто материал. Ну вот. Прогулочка. 87 минут. Прошлись по городу. 11.09. Машину я думаю помыли. Иду назад. Чтобы забрать. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-рам. Вот так. Писатель и драматург тренер. Еее! Ну что, я с этим человеком имел честь быть знакомым. Это Ленина. Улица Вокзальная. А это здание администрации. Вот это старый дом. Потом не вместилась администрация. Построили еще вот этот белый корпус. Управляют. Да. Да. Чтобы что-то новое создавать, надо хотя бы лет на стол вперед продумать. Что это, что это, как это и к чему это приведет. Это было у Чора. Сегодня. Это завтра. Вот такой у нас герб. Ага. Видно, что стрела есть у оленя со стрелой. Левее возвышается большое здание такое, коричневатое. Покровский. Второй дом в Каменске. Вот так-то. Вот так-то.